Мир, дружба, жвачка. Этот слоган знаком любому ребенку в нашей стране, чье детство выпало на вторую половину 20 века. В Советском Союзе жвачка считалась предметом культа среди детей и молодежи. Особенно ценилась импортная продукция, так как внутри страны еще не было технологии по ее производству. Когда же ее освоили, первые жевательные резинки уступали заграничным по некоторым параметрам. Так, к примеру, первые отечественные жуйки практически не надувались, а оформление упаковки было довольно аскетичным. Дело в том, что бабушка с дедушкой жили в Грузии, в городе Поти. Это международный порт, там были всякие иностранные корабли и появлялась жвачка. Я не знаю откуда, то есть она как бы, ну капитаны кораблей западных, они как-то взаимодействовали с управлением порта. И, наверное, жвачка это была такая определенного рода монета, что ли, да, разменная. И вот дедушка вообще не любил жвачку, дедушка считал, что это происки империализма, что жвачку жевать нельзя, что это вредно, что это вот от этого желудок испортится, зубы выпадут и все, вообще будет плохо. Интересной особенностью являлось то, что одну пластинку или подушечку не использовали однократно. Когда терялся вкус жвачки, ее обваливали в сахарном песке и жевали затем еще не менее двух-трех раз. Разнообразие вкусов было скудным. В основном применялись мятные или апельсиновые основы. Также в первые годы появления жевательной резинки в нашей стране даже не приходило в голову жующим, что из нее можно надувать и лопать веселые пузыри. И только с внедрением заманчивой иностранной рекламы появилось более широкое представление о возможностях жвачки. Постепенно популяризация жевательных шариков стала внедряться и в отечественную мультипликацию. По мнению диетологов, жевательную резинку нельзя рассматривать как пищевой продукт. Калорийность в ней отсутствует. С медицинской точки зрения в жевательной резинке есть плюсы и минусы. Когда человек в течение 10-15 минут после еды пожевал жевательную резинку, он уберегся от огромного количества желудочно-кишечных проблем, связанных с размножением бактерий. Резинку не следует жевать на голодный желудок, так как выделяемый объемный желудочный сок провоцирует раздражение желудочно-кишечного тракта. А вот со стороны стоматологии противопоказания практически отсутствуют. Если жевательную резинку использовать каждый раз после приема пищи не более 10-15 минут, слюноотделение, которое выделяется при ее жевании, в 3-4 раза больше. Такая особенность слюны способна проникать в труднодоступные межзубные пространства и вымывать тем самым остатки пищи, благотворно влияя на полость рта. В настоящее время к преимущественным влияниям пользуется жевательная резинка, содержащая сахарозаменители. Особенно ксилит, который обладает антикоррисогенным эффектом. Ксилит, поступающий в жевательную резинку, остается в полости рта достаточно долго и оказывает благоприятное воздействие. И все же, как ни крути, баблгам – это в первую очередь лакомство для детей. Сегодня разнообразие вкусов и форм жвачки и жевательных конфет манит своей красивой упаковкой и широко разрекламированными брендами. Если сказать ребенку, что после каждого приема пищи он будет получать одну жевательную подушечку или пластинку, вреда для зубов и желудка не будет. А ежели вся упаковка одним махом будет отправляться в рот, то следует объяснить, что совсем скоро можно стать постоянным другом в кабинете у врача. Все хорошо в меру. Антон Никонов, Даниил Сурков, Руслан Баталов. Новости Улправда ТВ.